здравствуйте друзья у нас лотерея green card лотерея отыграла свой тираж и поскольку выигрывают крайне редко кто-то выигрывает ну действительно как бы изначально известно что вероятность выигрыша крайне низкая и многие люди почему-то верили что так у них как-то ну они то понятно что исключение вот но не получилось и они начинают как бы хвататься там за соломинку какую-то и вот сейчас очень много вопросов точнее так вопрос один из разных источников поступает очень много очень много людей спрашивает а правда что бывает дополнительные розыгрыш то есть надежда умирает последний и человек говорит ну хорошо вот я сейчас я сейчас проиграл а дальше что и вот есть есть такая надежда что вот глядишь и и выиграл они при не совсем проиграл значит давайте мы к некоторую ясность внесем я понимаю что несмотря на то что видео пишется потом будет еще много народ которые будут задавать тот же самый вопрос но во всяком случае то что можно сделать мы сделаем а уже все остальное само собой произойдет так вот бывают дополнительные розыгрыши это правда не каждый год вот например в прошлом году не было дополнительного розыгрыша потому что там есть некоторый механизм механизм состоит в том что когда происходит сам по себе тираж то номера выигравшие берутся с большим большим запасом с хорошим и когда наступает в этом году 15 мая в другие годы 1 2 мая и объявляются результаты выигрышей то объявляется часть результатов и есть надежда у организаторов лотереи есть надежда что вот этого хватит они не хотят создавать большое количество победителей из которых многие потом не смогут значит ничего получить поэтому они как этого наверное хватит но дальше выясняется что не очень хватает вы можете сказать от чего не хватает но не хватает потому что кто-то не пошел и не проверил результаты лотереи кто-то проверил но когда уже выиграл он думает она мне надо ну или обстоятельства изменились или еще что то то есть достаточно большой процент людей которые победили лотерея не захотят этим воспользоваться в силу тех или других причин не захотят не смогут не имеет значения и вот это вот количество этот процент людей которые не захотят и не смогут оценивается каким-то образом с учетом этого этой оценки открывается какое-то количество номеров публикуется и вот мы знаем выиграли мы или не выиграли но бывает что как-то не оправдались расчеты и говорят ну хорошо давайте там еще дополнительно там пару тысяч там или сколько-то откроем обычно это происходит в сентябре месяц но вот например в прошлом году ничего такого не происходило потому что изначально уже в мае открыли побольше номеров заложившись на более высокий процент тех кто не захочет не сможет воспользоваться поэтому ничего такого не было конечно можно сказать себе ну давайте посмотрим давайте подождем еще не все потеряно и это правда но вы должны как бы в общем-то отдавать себя отчет в том что вероятность того что человек получит приз в дополнительном розыгрыше существенно меньше чем вероятность того что он получит его в основном при том что и в основном то вероятность крайне невелика а там тоже и совсем никакая и безусловно кто-то там вот если случись такому розыгрышу быть дополнительному что что не факт но случись ему быть наверное кто-то выиграет наверно там для какого-то количества людей может быть нескольких десятков может быть даже сотен нескольких сотен людей это изменит кардинально их жизнь там и так далее но дальше остаются еще миллионы до тех кто сегодня говорит но но вот есть же шанс ведь шанс же и шанс же правда есть ведь бывает же дополнительные розыгрыши вот как бы вот это ожидание с мая месяца когда будут выигрыши переносится там еще на полгода куда там сентябрь когда говорят но будут же еще выигрыши ну наверное будут но могут быть а вот на форуме писали а там ребята говорили там еще что-то но вот вот я пытаюсь как бы внести как некоторую некоторую ясность в этого все при том что в общем то никто никто ничего не знает будет не будет если будет то количественно во что это выявится никто ничего не знает поэтому я бы сказал себе так на вашем месте я бы сказал себе так я нахожусь в контексте темы то есть я там хожу посматриваю как минимум там на форуме и говорим про вес я захожу как минимум там посматриваю или там подписался и хотя бы название против просматриваю тех видео которые публикуются на канале голос силиконовой долины потому что мы первые раструбим если это произойдет и когда это произойдет в тот же день можете не сомневаться то есть у нас с набатной функции у нас все в порядке так мы набат бьем и и вот и все а дальше занимайтесь всеми остальными делами не отвлекайтесь от других дел потому что как бы всякие надежды и переживания и так далее казалось бы ничего страшного или как-то знаете вот говорят там хотеть не вредно хотеть вредно потому что если это хотение где-то в подсознании да бог с ним но если сознание занято если она вот все время там это туда пошел сюда пошел там поговорил здесь поговорил тут чего-то обсудил там переживал это значит что вы свои силы потратили ни на что поэтому она вредно могли бы на что-то хорошее потратите потратили ни на что в помойку выкинуть или так можно сказать можно даже сказать сортир спустили вот поэтому без этого без и без экстримов без перегибов так все нормально все хорошо будет значит будет пока что вот учим язык английский живем смотрим на другие способы иммиграции если иммиграция живот тут вот и приперлы и как бы очень нужно и хочется конечно вот собственно все счастливо